Ночью, когда я вижу сны, они мне кажутся реальностью. Я не могу понять, реальны ли люди в моих снах. Они выглядят реальными, я могу разговаривать с ними, могу прикасаться к ним. Но когда я просыпаюсь, я осознаю, что это была иллюзия. Относится ли это и к моей жизни? Насколько реальна моя жизнь? Есть ли вероятность того, что я однажды проснусь, и всё это окажется просто иллюзией? Все люди исчезнут. Проблема в том, что вы читаете отрывки изучения дзен. Понимаете? Отрывки дзен — это опасно. Отрывки чего угодно — это опасно. То, что вы говорите, в какой-то степени правда. Потому что ваша жизнь на 99% просто мысли и эмоции. Мысли и эмоции — это только проекции жизни, это не сама жизнь, не так ли? 99% своего времени вы только думаете о жизни. Эмоция — это тоже своего рода мысль, только она более сочная, не так ли? Мысль суха, эмоция сочнее. Но эмоция — это тоже мысль, не так ли? То, что вы думаете, это то, что вы чувствуете, не так ли? Да? Не так ли? Теперь, если вы думаете «О, это прекрасный человек», Вы будете испытывать приятные эмоции по отношению к этому человеку. «О, это ужасный человек!» Тогда у вас будут неприятные эмоции по отношению к нему. Вы не можете думать, это прекрасный человек, и испытывать к нему неприятные эмоции. И вы не можете думать, это ужасный человек, и испытывать к нему приятные эмоции. Не так ли? Потому что то, что вы думаете, это то, что вы чувствуете. Мысли и эмоции не сильно отличаются. Это одно и то же. Это всего лишь мысли. Одна суха, другая полна сока. Поскольку она полна сока, она будет продолжать двигаться по инерции. Так что вы думаете, что она отличается. Сегодня вы можете подумать, это прекрасный человек, завтра утром он сделает что-то, что вам не понравится, и внезапно вы начнёте думать, это ужасный человек. Ваша мысль незамедлительно сделает поворот на 90 градусов, но эмоция не может развернуться так быстро. Она делает долгий разворот. Ей требуется несколько дней или даже месяцев, но через какое-то время она присоединяется к мысли. Не так ли? Да? Какое-то время она двигается по инерции. Эмоции не разворачиваются сразу же, так что вы думаете, что они отличаются. Они не отличаются, это одно и то же. Это просто мысли. Одна суха, другая полна сока. Так что вся ваша жизнь — это просто мысли и эмоции. Это очень даже похоже на сон. Это и есть сон. Поскольку вы увлекаетесь дзен, то, возможно, вы слышали о Джоанзе. Джоанзе был великим учителем дзен. В его монастыре было много монахов, и он был признанным учителем. Внезапно, однажды утром, он впал в глубокое отчаяние. Когда монахи увидели, что их учитель находится в состоянии отчаяния, они сильно испугались. Если их учитель в отчаянии, то должно быть случилось что-то действительно ужасное, ведь обычно он очень радостный и любезный. Так что старшие монахи медленно подошли к нему и спросили, «Учитель, что случилось?» Он сказал, «Не беспокойте меня, я глубоко расстроен, уходите». Они сказали, «Если вы расстроены, то для нас это подобно смерти. Пожалуйста, скажите нам, что вас расстроило?» Джоанзе сказал, «Прошлой ночью в моем сне я был бабочкой». Монах ответил, «Что плохого в бабочке? Мы были многими животными, иногда свиньями, иногда птицами, самыми разными животными. Это не проблема. Бабочка — это очень даже неплохо. Что плохого в бабочке?» Он сказал, «Идиоты, вы не понимаете, когда я был бабочкой, я летел по-настоящему. Я полетел и сел на цветок. Я мог ощутить цветок, мог понюхать его, мог попробовать его на вкус. Это все было реальным. Сейчас я не знаю, то ли я Джоанзе, которому снится, что он бабочка, то ли я бабочка, которой снится, что она Джоанзе. Что из этого правда? Ведь и то, и другое выглядит одинаково ярким и реальным. Когда вы живете просто за счет мыслительного процесса, то так все и есть». Он использовал это как метод, чтобы шокировать своих монахов и вывести их из духовного ступора. Потому что люди читают сутры и тому подобное. Они думают, что их чтение и их мысли — это и есть духовность. Так что он пытался сломать их психологическую структуру, чтобы те вернулись в реальность. Если вы испытываете жизнь, не мысль, не эмоцию, жизнь, если вы испытываете жизнь как таковую, то такого вопроса не возникнет. Но когда большая часть жизни — это просто мысли и эмоции, то это вполне себе сон, просто еще одна проекция. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...